Всем привет, вы на канале Серега Влог Джермании. Все что происходит внутри Бермании. Мы покажем и расскажем вам последние новости. Федеральное правительство, штаты и муниципалитеты могут собрать гораздо меньше налогов в этом году из-за коронного кризиса. Налоговые оценки предполагают, что выручка снизится на 81,5 миллиарда евро по сравнению с 2019 годом, снижение более чем на 10%. Федеральное правительство столкнется с сокращением на 44 миллиарда евро, а федеральные земли – минус 35 миллиардов евро. Еще 15,6 миллиарда евро приходится на муниципалитеты, а 4 миллиарда евро – на переводы в Европейский Союз. По сравнению с оценкой налогов в ноябре прошлого года, это даже означает снижение ожидаемой выручки на 98,6 миллиарда евро. Однако эта сумма уже заложена в федеральном бюджете. Поэтому налоговые оценщики ожидают еще более резкого спада, чем во время финансового кризиса. По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутириша, пандемия короны еще долго будет влиять на психику. «Даже если пандемия находится под контролем, горе, страх и депрессия будут и дальше влиять на людей и сообщества», – сказал Гутириш в виде обращения. «Психологическая помощь должна быть расширена и полностью профинансирована. Политические руководящие принципы должны учитывать потребности людей, которые пострадали от смерти родственников, потери работы, социальной изоляции или неопределенных перспектив на будущее». Канцлер Меркель призывает всех сохранять бдительность и придерживаться дистанционных правил и правил гигиены. «Поскольку вакцины нет, вам придется долго жить с вирусом. Теперь важно не ставить под угрозу то, что было достигнуто», – сказал канцлер. «Было удручающе возвращаться к ограничениям». В Бундестаге она отвечала на вопросы депутатов парламента. Меркель подчеркнула, что федеральное правительство еще не запланировало повышение налогов для финансирования коронного кризиса. Канцлер также прокомментировал вспышки короны на нескольких скотобойнях и объявил о последствиях для мясной промышленности. Министр труда Хойл представит концепцию этого в следующий понедельник. Согласно исследованию, 43% лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в Германии не живут открыто своей сексуальной ориентацией. Об этом объявило Агентство Европейского союза по основным правам в Вене. По всему ЕС 53% людей сказали так. 45% немецких респондентов заявили, что они будут часто или всегда избегать публичного однополого партнера. Практически со всеми результатами исследования показывает, что респонденты по-разному воспринимают условия жизни в разных странах ЕС. Для исследования были опрошены 139 799 человек в возрасте 15 лет и старше, которые описывают себя как лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов или интерсексуалов. Исследование проводилось в интернете с 27 мая по 22 июля 2019 года и во всех странах ЕС, включая Великобританию, а также в Северной Македонии и Сербии. В нем приняли участие более 16 тысяч человек из Германии. Спасибо. 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 Спасибо.